Если при сексе идет обмен энергией, то куда идет энергия при самоудовлетворении? Вас саму. Вас самого. Вам ее просто в момент оргазма надо интегрировать в свое тело, не просто выкинуть. А и причем, интересно, да, Сергей, вообще людей, ну я понимаю, что их интересует тема секса, ну как бы я, конечно, не против. Ну а почему вы не спросили, а когда занимаешься спортом или болеешь, когда я смотрю футбол на стадионе, там типа я выбрасываю много энергии, а когда я смотрю футбол в своей комнате, куда уходит энергия? Туда же, в Агрегор, уходит. Как бы ни уходило, что бы вы ни делали в компании с людьми или один, просто это энергия. Вы ее выбираете или отдавать, или не отдавать. Даже в сексе можно не отдавать энергию, а забирать. В тантризме есть целое течение, тантрический вампиризм, когда люди просто забирают энергию своих любовников. И на этом построены и в даосизме практики тоже сексуальные. Как вы выберете, так и будет. Если вы занимаетесь самодовлетворением, и вы понимаете, что делать с этой энергией, куда ее направить, она никуда не денется. Ну, конечно, футбол и эякуляция – это довольно разные вещи. Почему? А вот если голос забили, человек так же выплескивается эмоционально. Ну, если это болельщик, например. Ну, если особенно всякие эти даосские штуки послушать, где они там говорят во время секса не эякулировать, то... Ну, это мы, если говорим про, да, про семя, это немножечко другое. Но ведь и при сексе с женщиной можно не запускать семяизвержения. И еще, знаешь, что хочу сказать? Прекратите экономить свою энергию. Вы как будто бы какие-то, как, я не знаю, как куркули какие-то, как цыгане, все под себя, все себе. Ну, не как цыгане, цыгане, может быть, они такие... В общем, все себе, все себе накопить, никому не отдать. Энергия – это вода. Чем вы больше течете, отдаете, размышляете, думаете, направляете куда-то. Она обновляется в вашем теле, ее еще больше. Потому что это тело уже может проводить больше энергии. А если вы сидите такие, вот, только бы не отдать энергию. Отдала энергию своему мужику. Ой, ешечки, что же теперь будет? Да куда она ушла? Теперь не вернуть ее. Во-первых, всю энергию можете вернуть перепросмотром. А во-вторых, не бойтесь отдавать. Вам больше будет приходить. Тряска над своей энергией, как будто вы живете в полсилы. Не бойтесь. Все будет хорошо. У таких людей запоры, как правило. Да. Чтобы не было запора, будьте щедрыми. Самовудовлетворяйтесь и кончайте. Да. Как понять, что партнер, с которым ты сейчас, по судьбе? Такой следующий вопрос. Да, это к этому, к Искандеру надо. Есть такой коуч по отношениям. Он сцена про это рассказывает. Я в это не вижу, мне нечего на эту тему сказать. Все по судьбе. Все по судьбе. Вот ты живешь, это судьба. Ты меня встретил, я тебе по судьбе, ты мне по судьбе. Сейчас мы пойдем по своим делам. Вот ты мне там рассказал про что-то, про спортзалы, про рестораны. Я тебе что-то рассказала. Мы поменялись, внесли вклады друг в друга. Движемся себе спокойненько. Что значит по судьбе, не по судьбе? Живете с человеком, нравится человек, живите. А не нравится, не живите. А как-то придумывать, знаешь, мистификацию своим отношением, какое-то особое значение, особый смысл, особую драму, это вот уже идет опять. Ум играет, ум хочет важности на какое-то добавить, накрутить чего-то. По судьбе, знаешь, это близнецовые пламена. Мне кажется, здесь такой вопрос, больше может быть контекст. Как понять, что ты с этим человеком навсегда знаешь? Никто ни с кем не навсегда. Спасибо, Таня. Мы пойдем радостно и вешаем. Как слышится в книге «Жизни и смерти» тибетской, все в этом мире приходящее. И даже ваше тело. Там так было интересно, блин, я так офигел. Как это у индусов какое-то слово? Тело. Тело как-то там, какое-то слово, не помню, неважно, две-три буквы. И оно там еще переводится как багаж. В этой книге так говорится. Класс. Да, что тело переводится там с какого-то языка, или там санскрита, неважно, вот типа тело. И сейчас перевести там, переводится как багаж. Про то, что все приходящее, ничего нет навсегда, ничего не вечно, только душа и... Ну и все, дух. Ну да. Курс вечный – это мой дар тебе. Ты искала эти знания много жизней, но раз за разом проигрывала, жалко цепляясь за временное. Ты искала счастья в любви, бабках, вкусной жрачке, красоте, сексе, семье, ребенке. Ну и как? Интересно быть конечной? Знаешь, во что бы ты ни играла, что бы ни любила и к чему ни подбирала волшебные таблетки, все игры конечные, кроме твоего пути в духе. Пора разбудить вечность внутри себя. Я принесла эти знания для тебя и миллионов жителей нашей планеты, опутанных сном, но еще способных к восхождению. С помощью моих практик ты познакомишься со своим духом, узнаешь, как совершать проходы в подсознании и очищать его. И наконец-то поймешь, кто ты есть на самом деле и где находишься. На вечных ты сможешь узнать себя настоящей, такой, какой не знал о себя никогда. Кто ты? Кусок мяса? Бот? Расходный материал матрицы? Или вечный дух? Пробужденный игрок? Божество? Выбор за тобой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова